МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я хотел бы услышать от них, прежде всего, как выполняется послание президента и что делается для того, чтобы выйти на мировые темпы экономического развития. Мы топчемся вокруг 1%, что, по сути дела, перечеркивает все стратегические установки президента и ставит под сомнение возможность войти в пятерку ведущих стран мира. С такими темпами мы будем 15-й, это приведет и к политическому дефолту. С другой стороны, если посмотреть на строение общества, то оно продолжает ухудшаться. Уходящий год – это год аварий крупных, год разочарований и год, когда граждане почувствовали свою абсолютную незащищенность, включая и высших руководителей, будь то руководителей народных предприятий или губернаторов. Мы внесли свою лепту в развитие страны, подготовленный 12 законов, бюджет развития в 33 триллиона, и мы готовы были показать пример, как это реализуется на практике лучших предприятий. Мы сумели это доказать в Иркутской области, это единственная область, которая удвоила свой бюджет. Она прибавила к бюджету 97 миллиардов 4 года назад, 115 миллиардов. Эти миллиарды, которые заплатила прежде всего олигархия. Налоги из Дерибаска выросли со 100 миллиардов до 2,5 миллиардов в 25 раз. Теперь он платит с полной суммой. Что касается черных лесорубов, поставлен на учет. Лес степизирован, и они вынуждены платить не 1,5 миллиарда, как раньше, а 10 миллиардов. Слово сказать, подобные лесосека в Красноярском крае, они платят 47 миллиардов, как подтвердила руководитель счетной палаты, всего 1,5 миллиарда. В Иркутской области платят уже более 10. Вот эти 115 миллиардов, которые за эти годы отобраны у тех, кто обязан по закону платить, и работают сегодня в грязном эфире под грязными погонами силовиков, которые организовали против Левченко откровенно информационную, считаю, преступную войну, которая связана ложью, клеветой, насилием и всякими подтасовками. Мы официально выразили свой протест. Я отправил эти материалы 30 членам Совета Безопасности. Я переговорил с первыми руководителями страны и настаиваю на том, чтобы с нашим участием была рассмотрена ситуация, которая сложилась вокруг народных предприятий и народных лидеров. Я надеюсь, что власть отреагирует, ибо речь идет не просто о отдельных личностях, речь идет о стабильности в стране и выполнении посланий президента. Мы готовы к этому выполнению, но, как оказалось, государственные средства массовой информации полностью игнорируют эту позицию. Я заявляю официально протест государственным каналам, которые за прошедшую неделю устроили откровенную бойную молотилку вокруг Иркутской области. Я впервые столкнулся, когда все каналы по одной схеме показывали то подгнившие срубы, то снесенные дава, вместо того, чтобы дать возможность и руководителю Левченко, и нам изложить нашу позицию и показать результаты работы. Слово сказать, результаты этой работы наблюдал и президент, наблюдало и правительство, руководитель этой комиссии Мутко. Я с ними встречался и подробно обсуждал ситуацию, но ни одного слова о реальных результатах работы эти каналы не передали. Более того, мы официально подали на все телеканалы страны не только свой протест, а заявку. Вы по закону обязаны нам предоставить равнозначное время для того, чтобы мы изложили свою позицию и свой взгляд на происходящее. Я надеюсь, что руководители отреагируют должным образом. С другой стороны, Левченко, Грудинина, всех наших руководителей народных предприятий и регионов, и Кулачкова, и Коновалова выдвигал Народно-патриотический союз во главе с Компартией Российской Федерации. В этой связи мы собираемся 16 декабря заслушать на Большом Совете Патриотических Сил всех этих руководителей. Недавно Кулачков представил свою программу в торгово-промышленной палате развития Орловской области на ближайшее время. Результаты за два года впечатляющие. Только на четвертый раз в бюджет настолько же сократились долги, улучшается поддержка всех регионов, подготовлены реальные социальные программы. Мы выслушали ранее там отчет Левченко-губернатора о его представлении программы «Пятилетки» на ближайшее время. С этими отчетами они выступят перед Большим Советом. Туда же приглашен локоть мэр города Новосибирска, который покажет, каким образом он будет строить МОЗ «Будущее», опираясь на высокую науку и развитие второй очереди Академгородка. Там же выслушаем результаты работы Коновалова, который недавно дал средством массовой информации, его отчет о проделанной работе. Кроме этого, мы заслушаем всех руководителей народных предприятий, которые оказались лучшими в стране. Совхоз Ленина, объединение Звениговское, Усолье-Сибирское, где лучшая зарплата в стране средняя 108 тысяч. Заслушаем представителей великолепного хозяйства на Ставрополе, которое одно производит больше зерна, чем вся Калужская область. Там же и примем решение относительно участия выборов на будущее. Еще раз обращаю внимание, никакие проделки «Единой России» и лживых корыстных журналистов нам не являются указом. Нам являются указом то, что голосовали Грердани, и их воля. Их воля будет нами выслушана, и мы ее максимально учтем при выдвижении кандидатов на выборах в следующий год. Кроме этого, мы сейчас готовимся к трем выдающимся юбилеям. У нас в 20-м колонном зале будет большой праздник полководца Победы, где будут представлены все 43 командующих фронтами, которые обеспечили нашу Победу. Более того, мы сейчас развернули широкое движение «Сад Победы». Эту идею поддержали наши друзья в Беларуси, уже провели эту операцию вместе с украинцами, белорусами, представителями Союза Компартии всех республик бывшего Советского Союза. Эта инициатива активно сейчас поддерживается нашими друзьями. Завтра мы будем вести переговоры с руководством Китая. Мы подготовили программу меморандума взаимодействия с этой уникальной страной, с Компартией Китая на ближайшие годы. Предыдущий меморандум, который мы согласовали с председателем Си Цзиньпинем, выполнен полностью. Мы провели стажировку Китая, всех своих лидеров молодежных организаций, депутатов, перспективных руководителей исполнительной власти. Наша представительная делегация, в которой будут и губернаторы, и руководители партийных организаций, руководители комитетов Думы, завтра приступят работы, где посетит одну из ведущих провинций Ханань, в которой живет 106 миллионов человек и в которой советская страна в свое время строила первый тракторный завод. Я там был дважды, я хочу посмотреть. Они, китайцы, построили там еще 500 новых предприятий. Недавно Путин, комментируя взаимодействие с Китаем, и вчера подчеркивая стратегическое партнерство, когда ГАЗ пошел по новому трубопроводу, особо высказал и вам мнение, что Китай сумел соединить централизованное управление с спецификой китайской нации, их народов и с рыночной возможностью. И под руководством Компартии добился гениальных результатов. Средние темпы развития за 78%, за последние 40 лет 9,5%. Вот нам пример, каким образом можно реализовать эти идеи, двигаясь вперед, а не талдыча о либеральном капитализме, который обанкротился в Америке, в Европе, и они даже на сессии НАТО не знают, что делать, кроме как раздувать свой бюджет. Сегодня они собрались в Лондоне, где примут решение раздуть бюджет до 1,3 трлн долларов через 4 года. Вдумайтесь, какие сумасшедшие деньги вкладывают новую гонку вооружений в тяги остальной мира. Китай показывает прямо другой путь. Один пояс, один путь. Предлагают сообщества единой судьбы и равные отношения, пример индивидуального развития. Развитие это потрясающее, как в традиционных, так и в новых технологиях. Мы предложим и вариант, связанный с нашей общей победой, победой пройти по дорогам отцов-победителей. Мы потеряли 27 миллионов лучших сынов и дочерей китайцев, около 30, поэтому мы подготовили программу проехать дорогами отцов-победителей. И наша программа будет начинаться с Севастополя, заканчиваться в Мурманске, 25 тысяч километров, посещение более 120 городов. Эту программу недавно поддержали лидеры всех фракций, которые были по линии СНГ на конференции по приглашению Володина здесь у нас в России. Я считаю, что сама тема победы и победителей сегодня особо ответственна для каждого из нас. Поэтому призвал бы русофобу, антисоветчиков, антикоммунистов умерить пыл. Наша победа невозможна была без ленинско-сталинской мизернизации, без культурной революции, без освоения новейших технологий, без строительства 9 тысяч лучших заводов, без великолепных научных школ советского образования и подвига наших отцов и дедов. Поэтому всякие кощунственные выпады и всякая болтовня насчет Власовых и прочих мерзавцев, она позорит наших отцов и дедов. Я бы призвал и средства массовой информации более бережно и аккуратно относиться к этой теме. Вчера Калашников выступал на программе, которую талантливые ведут два журналиста, Ольга Скобеева и Евгений Попов. Попов, да. Там все показывали задницу одного мерзавца, который и выведения яйца не стоит. Я не знаю, зачем нам эту сволочь показывают. Это у нас много великолепных победителей. Здесь в Думе была выставка «Наши деды и отцы победителей», «Великий полководец». Мы выставляли ее фракции «Идей». К сожалению, не нашлось каналов, который подробно рассказал о героическом подвиге каждого из тех, кто совершал эти великие победы в честь новых поколений. В целом, этот месяц будет посвящен подготовке выборной кампании на ближайшие два года. В конце января мы проведем большой семинар и встречу всех лидеров и рассмотрим кандидатов, которые пойдут на выборы в следующем году. Одновременно мы подготовили предложение для наших союзников и друзей, для президента по ремонту избирательных систем. Последние переговоры и встреч с ним показали, что он в ближайшее время проведет такую встречу, где мы рассмотрим наши предложения. Я хочу попросить и Володина, и руководителей фракции предварительно встретиться и обсудить все эти предложения, потому что выборная кампания под академент живоинформационной кампании не годится. Она дестабилизирует обстановку в стране. Мы будем действовать в рамках закона и в интересах трудящихся. В этой связи на 14 декабря назначена общероссийская акция, акция протеста за народовласть, за социальную справедливость, против вороватых чиновников и информационных киллеров. Мы переводим плоскость борьбы, плоскость персоналей, которые врут без конца и дестабилизируют обстановку в нашей стране. Мы никому не угрожаем, но мы будем честь и достоинства наших товарищей и друзей нашего правого дела.